Изменение уровня иерархии. Иерархия может быть, конечно же, и дальше. То есть цилиндр мы можем переместить по отношению к объекту сфера на еще один уровень подчинения и получается такая ступенька. То есть куб у нас будет самый главный. Они переходят вместе с сферой, если мы будем по отдельности передвигать, то объект-цилиндр перемещается вместе с ней и так далее. То есть получается такая вот система иерархии. Здесь слева отображаются значки, то есть иерархию можно разворачивать, сворачивать и так далее. То есть это самый простой уровень иерархии и для чего вообще он был придуман, кроме того, чтобы перетаскивать и поворачивать объекты независимо друг от друга. Уровень иерархии был придуман для того, чтобы назначать определенные свойства каким-то объектам. Например, все модификаторы, все деформаторы действуют тоже по принципу помещения их на какой-то определенный уровень иерархии. Например, модификатор bulge, то есть сжатие, если мы поместим его, скажем, под объект к объекту куб, то сжатие будет производиться только для этого объекта. То есть давайте взгляните, то есть у нас теперь куб сжимается. При этом деформатор bulge, он используется не просто как свойство сжатия, а он используется как самостоятельный объект. То есть его можно перемещать и, соответственно, сжатие влияет уже совсем по-другому на наш объект куб. Также мы можем переместить его на другой под объект, на другой объект, и сжатие уже производится уже на сферу. То есть это принцип, по которому работает вся система. Кроме этого, уровень иерархии еще используется для NORPS объектов. Например, объект ExtrudeNurbs сам по себе ничего не значит. То есть без какого-то сплайна внутри него он представляет собой просто пустой объект. Если мы какой-нибудь сплайн добавим, скажем, например, это будет круг, и поместим его внутрь ExtrudeNurbs, но это будет стоимость. Продолжение следует...